В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Не последний, но решительный бой. Аккуратно кануне Дня Победы в 63-м регионе разразился жилищный скандал, остроту которого придает тот факт, что крайними в нем вполне могут оказаться ветеран войны, военный пенсионер и инвалид второй группы. Все бывшие обманутые дольщики. По злой иронии судьбы они вновь могут оказаться бескрышен над головой. На квадратные метры, которые они получили после томительных лет ожиданий, неожиданно заявили права совсем другие люди. Те тоже себя называют дольщиками и тоже обманутыми. Такой вот парадокс. Кого гнать на улицу в конце апреля предстоит решить в Меде поле битвы Октябрьский районный суд, где весь месяц тихо, но немирно шел гражданский процесс, пока его участники, уже и не надеясь на победу, не решили обратиться к прессе. Вот он дом раздора, пятая просека, 101. Некогда один из десятков проблемных объектов в Самаре, чей застройщик умыл руки раньше, чем убрал строительные краны. Доводил до ума его уже областной уменстроен на бюджетные деньги. В 2012-м 175 дольщиков наконец получили заветные ордера. Еще несколько квартир оставались свободными, и региональное правительство, поскольку являлось их собственником, распорядило жильем так, как посчитало нужным. Квартиры отдали тем дольщикам из областного реестра, кто в них больше всего нуждался. Теперь же незадачливые новоселы могут все потерять. Они могли быть просто соседями, а теперь называют друг друга дважды обманутыми дольщиками. Один раз обманули фирму содействия в лице Черенникова, а второй раз судья хочет у нас отобрать эту квартиру. Людмила Никитична признается, то, что у их квартиры объявились новой хозяева стала для их семьи шоком. Ее супруга, ветерана войны Михаила Савилова, тогда с сердечным приступом увезли в неврологическое отделение. Гром грянул, когда казалось, что самое неприятное позади, а в ремонт были вложены душа и деньги, взятые в кредит. А сколько на 10 этаж надо было поднять? Это же лифт не работал. Ну, лебедку нанимали все это. Судья уже заявлял на их заседании, на нашем заседании, что вы зря делаете ремонт. Вам это, скорее всего, придется покидать. Попали, значит, ну, как мы подозреваем, под чистый развод. Перефразируя классика, эти люди несчастливы одинаково. Владимир Азархин, 28 лет отдавший военной службе, и его жена, инвалид второй группы, она после первого заседания до сих пор в больнице, судится с гражданкой Сударевой, его соседи Савилова с неким Бессольцевым. Но адвокат у этих господ, которых сами дольщики в глаза, не видели один. Подробности двух параллельных процессов тоже как под копирку. Вот моя квартира находится в 16 этаже, да? Дом стоит 10 этажей, с дома убирают строительные краны. В это время происходит покупка моей квартиры по документам. Кто бы в это поверил? Мы вот в это не верим. Цепочка сделок по спорным квартирам якобы произошла в 2006-2007 годах. Схема такова. Застройщик Росстроя будто бы передал квадратный метр организации под названием Лифтремонт, а эта контора переступила их частному лицу. Затем последовала еще одна сделка. В общем, мутная история, уверены дольщики. Подлинники документов им не дают, а копии не вызывают у людей доверия. Взять ветерана войны делится своими подозрениями. Вот это хотя бы буква Р есть у Печерников. Тут она вообще нет. И вот такие вот ляпы прослеживаются буквально во всех документах. Тут не нужно, говорю, быть никаким криминалистом. Есть такое интересное понятие расписка. Взрослые люди садятся, пишут расписку, да? Один передает другому деньги. Ну, нам всем понятно, что в этой расписке ставится дата, когда она написана. Вот по всем трем делам у них в расписках нет числа. Судья этот документ как бы отвергает. В этом говорит ничего нет такого страшного. Вот соседи предложили экспертизу провести. Им в экспертизе было отказано. Судья в этом не видит криминала и считает, что это дело не стоит затягивать. Затягивать. Значит, то есть пройти по людским судьбам, это значит, я не знаю, как это называется, но... На суде этих людей ждало много откровений. Прописка в паспорте, свидетельство о собственности. Главное, саморешение правительства предоставить им жилье, все это могут признать никчемными бумагами. Вот подпись заместителей председателя правительства Самарской области Гришина. Этот документ для них недействителен. Да, это точно. Это на суде. Она посмотрела и говорит, что этот договор является ничтожным, а если договор ничтожный, значит и свидетельство ничтожное. Это будет прямо в зале суда сказано. Вы понимаете, суд ставит под сомнение работу межрегиональной комиссии. Говорят то, что они не имели никаких полномочий. Ну, извините меня, если у нас правительство Самарской области. Если они не имеют никаких полномочий, то кто же у нас имеет полномочия? Вообще, вся эта картина, она, понимаете, какая-то заманчивая такая, непонятная, что чей интерес здесь, куда он идет? Ну, я могу одно сказать. Квартира стоит дорого. Те же, кто затеял этот процесс, неожиданно ставший резонансным, сейчас предпочитают держаться в тени. Их адвокат по телефону пообещала мне. Ее доверители, если сочтут нужным, выйдут на связь. Звонка не последовало. Я не считаю возможным давать сейчас какие-то комментарии. Может быть, после того, как сутринит какое-либо решение. Раз, во-первых. Во-вторых, давать интервью с утра до ночи. У меня времени нет. Мы считаем, что у нас договоры были подписаны совершенно нормально. Совершенно такие же договоры, как и у них. Другой вопрос, почему там они встали или не встали в реестр. Ответ на многочисленные вопросы в этом деле ищут и в областном Минстрое, где пристально следят за процессом в Октябрьском районном суде. Заместитель министра Михаил Головушкин в эксклюзивном интервью пообещал, он лично пойдет на следующее заседание и изучит все документы. Что касается тех людей, которые исковые заявления подают, то мы допускаем, что, возможно, они также являются обманутыми дольщиками. У них есть соответствующие документы, которые нужно проверять. Но сама сторона вопроса заключается в том, что на момент продажи Минстроем данных квартиры или передачи вот этим обманутым дольщикам, мы не знали о существовании тех лиц, которые сейчас предъявляют требования в суде на эти квартиры. Поэтому по законности мы считаем, что наши действия абсолютно законны. Нужно изучить саму цепочку сделок, потому что в этой цепочке как раз и кроется суть вопроса, проинвестированы ли эти денежные средства изначально, либо этих людей обманули уже на этапе инвестирования в последний в их договор. Наше предположение, я, естественно, без экспертизы и без оригиналов документов сказать ничего не могу. Жилищный скандал привлек внимание и депутату Госдумы Александра Хинштейна. На его имя семья ветерана войны написала письмо. Помощник парламентария заверила меня, юристы уже исследуют материалы. Свою оценку истории с нехорошими квартирами должны дать и правоохранительные органы, областной ОБЭП начал проверку. Ну а Владимир Азархин уверен, с поисками правды нельзя затягивать, ведь может быть слишком поздно. Я не сказочник и не параноик. Я просто прекрасно знаю судьбу всех этих якобы документов, которые сейчас являются, как они говорят, подлинники. Они один потеряются, другой растворится в воде, третий будет подлежать пожару. И все будет воспринято на ура. Ну, разве этого не может быть? Может. Мне друг недавно позвонил, Василий Наград, он сказал, такой город чудесный, Самара, который внес огромную лепту в разгром врага, и вы не можете до сих пор ликвидировать вот эти, понимаете, мафиозные группы. Мы пойдем в этом деле до конца. Один суд откажет, второй Москва, значит, и так далее. Потому что тут все ясно. Спрятать эти документы мы им не дадим. Больное место. Минувшие семь дней заставили говорить о себе и губернские медики. И тоже отнюдь не по радостному поводу. Под лозунгом «За достойную медицину» они вышли на пикет. Акция протеста, прошедшая в сквере Маяковского, получилась немногочисленная. С транспарантами стояли всего 21 человек, а медиков из них и того меньше. Организатор пикета и профсоюзный лидер Татьяна Езерская уверена, масштаб акции обратно пропорционален масштабу проблемы. А люди не выходят, потому что боятся. А вот вы не боитесь выходить? Вы знаете, наверное, прошел тот период, когда я боялась. Действительно, было время, когда я боялась, когда главный врач лечебного учреждения, где я работала, оказывал жесткое давление на меня. Но я не побоялась. Я свои права оставила в суде. Часть судебных решений были в мою пользу. Сама Татьяна, 23 года проработавшая психиатром-наркологом, сейчас временно безработная, но профессию бросать не собирается. И обо всех болячках системы здравоохранения уверена, нужно не просто говорить, а бить на бат. При таких условиях качественно оказать медицинскую помощь практически невозможно. И поэтому наш пикет был направлен на то, чтобы привлечь внимание как властей, так и граждан Самарской области. Ты же помнишь, тебе плохо было, температура у тебя высокая была? Нет. Дети быстро забывают все плохое, а вот мама пятилетнего Никиты Юли Баскина до сих пор с ужасом вспоминает тот день, когда у ее ребенка стремительно поднялась температура до 40 градусов. И бороться за жизнь сына ей пришлось в одиночку. До скорой она так и не дозвонилась. Он лежит, представляешь, стеклянными глазами, просто не двигаясь. Просто глаза стеклянные. Вот когда говорят стеклянные, это вот правда, реально, это не вранье. Это просто стеклянные глаза, и ты понимаешь, что что-то надо делать, а вообще все что угодно же может быть. Я потеряла всю надежду, вот честно. Потому что, ну как бы взрослый, ладно, ребенок, это вот, ну что тут сделаешь? Как бы высокая температура, это очень страшно. Взрослым тоже бывает и страшно, и больно. Плохо было, очень было плохо. Сердцем, дыханием прям вообще, дышать нечем было. Думала вызвать скорую. Думаю, а что толку вызывать скорую-то? Думаю, нет, не буду, до конца буду лежать, пока совсем плохо. Антонина Цветкова, ее дочь Татьяна, рассказывает, за последние полгода им дважды пришлось столкнуться с новым для них явлением. Чтобы дозвониться до скорой, понадобилось не меньше трех часов, еще четыре ушли на ожидание врачей. А когда бригады приезжали, выяснялось, нести больного некому. Ночью искали сердобольных соседей. В первом случае помощь понадобилась соседке, у нее был перелом шейки бедра, во втором – дядя Татьяна, его разбил инсульт. При инсульте вообще золотой час считается. То есть в течение часа человеку должно оказать помощь. Вот этой помощи оказано не было. Он еще плохо разговаривает, плохо ходит. Мужчине 60 лет, то есть он деятельный, еще такой возраст, да? И вот я так думаю, что если бы все-таки скорая приехала вовремя, то, может быть, таких последствий не было. Мы когда начали спрашивать у медиков, почему такое отношение, почему вот так долго? Говорят, медики все ушли практически, фельдшерски нету фельдшеров. Говорят, очень мало платят. Доходы медиков и впрямь скромные по состоянию. На феврале 2013 года средняя зарплата врача скорой помощи губернии составляла 12 тысяч рублей, фельдшеры – 9. Это данные, опубликованные в СМИ. То, что за эти деньги не все готовы ежедневно спасать чужие жизни, давно уже не делают врачебной тайной и в областном Минздраве. В чьи ведения с этого года перешли все муниципальные медучреждения. Проблем масса. И одна из проблем первая – недостаточная ресурсообеспеченность. Зарплаты пресловутые низкие для врачей, для медсестер. Машины плохие, оборудования не хватает. Впервые о критическом состоянии Самарского здравоохранения, коррумпированности и преступлениях в этой сфере заявил еще в марте губернатор Николай Меркушкин. Тогда же на коллегии Минздрава он сообщил новость, которая многих шокировала. Сотрудница скорой помощи продавала сведения об умирающих пациентах ритуальным агентствам. Сейчас идет расследование. На станциях скорой помощи запретили сотрудникам пользоваться сотовыми телефонами, а в комиссии по этике заговорили о моральной стороне профессии. Происходит в окружающей среде, в профессиональном сообществе, маленькие шаги отступления от кодекса медицинской этики, от клятвы Гиппократа, находится оправдание, а потом вдруг раз, и такой вот колоссальный шаг, который вызывает шок. Наразовное духовное обстошение в профессиональной среде. Это наша терпимость к коллегам, которые позволяют отходить от нравственных основ. Но не все верят в то, что удастся возродить нравственность на голодный желудок. Когда врачи работают по нескольку суток подряд, практически на две, на три ставки, и для того, чтобы содержать свою семью, для того, чтобы выучить своих детей, обеспечить себе достойный отпуск, говорить о нравственности здесь сложно. Хотя, в общем-то, эту составляющую тоже, наверное, нельзя исключать. Потому что врач, он остается врачом, несмотря ни на что. Профсоюзный лидер Татьяна Езерская делится. Апрельский пикет был первой, но далеко не последней подобной акцией. Ее участники не собираются ввязываться в политические игры и вообще выступают не против, а за достойную медицину. Еще в марсе, кстати, губернатор Меркушкин отметил, согласно социологическим опросам, удовлетворенность населения региона качество медобслуживания составляет не больше 22%, тогда как в целом по России этот показатель находится на уровне 50%. Так что есть над чем поработать. Ну а пока в этой теме поставлю запятую. На сегодня все. Увидимся после майских каникул. Удачи!